Не лги. Ты не любил меня. Никогда не любил. Я не лгу, Анхель. Я люблю тебя. И говорю это не ради спасения. Если тебе станет легче, если таким образом ты освободишься от груза, нажми на курок. Стреляй, черт подери! Анхель, не надо. Не подходи. Не делай этого. Не суйся, Лосаро. Ты тоже повинен. И тебя следует убить. Ты использовал мою Лос. Ты унижал ее. Анхель, уймись. Лос уже не вернуть. Я знаю, что ее не вернуть. Но он отнял у меня самое дорогое. Ты отнял ее у меня. Был бы ты моим врагом, я бы мог простить тебя. Но ты... Ты же мой отец. Так прикончи меня, убей! Не могу. Я не могу это сделать, папа. Не могу. Прости меня, Анхель. Оставь, пусть себе идет. Не вмешивайся, Лосаро. Не трогай его. У твоего сына горе, и ты не тот человек, который мог бы утешить его. Я потерпел крах. Знать, что твои дети несчастны. Что может быть больнее для отца? И, вопреки всему, он простил меня. Он не заявит на меня, потому что любит. А ты, Лосаро, сообщишь обо мне в полицию? Нет. Тебя ждет иное наказание. Подохнешь в одиночестве, сознавая, что, имея троих детей, ты не смог воспитать их достойно. Ты упустил свой шанс. Я не стану твоей женой. И выращу моего ребенка сама. Нашего ребенка. Пойми, Амадор. Я никогда не выйду замуж за тебя. Я пришел, как мне казалось, из чувства долга. Ты так прекрасна. Правда. Что это значит? Неужели ты, Амадор Роди, посмеешь сказать, что вновь полюбил меня? Не знаю. Мне приятно, что ты носишь моего ребенка. Меня радует, что ты беременна от меня, вот и все. А как же, Изабель? Это наш ребенок Мора. И Хосами, царство Ему Небесное, не мешает. Убирайся из этого дома, мерзавец. Или я убью тебя. Я хочу сообщить об убийстве. Отдай трубку. Я подожду. С ума сошел? Что ты делаешь? Ниньо. Анхель все узнал. Он раздобыл пушку и пошел на кладбище. В Хану за ним. Но как бы не было еще больше беды, как бы чего не вышло. У него пушка. Что ты сказал? У него пушка. Отвяжись, репей. Что происходит? Алло, это я, Ниньо. Что у тебя? Твоему брату нехорошо. Разыщи его. Боюсь, он может натворить глупостей. Поищи его сам. Это ты во всем виноват. Ему следовало бы убить тебя. Согласен. Но он не смог. Ты всем разрушаешь жизнь. И мне тоже. Найди брата Ниньо. Пока он не наломал дров. Слушай, ступай в бар Пере. Прочешем бар. Как он узнал? В него может съехать крыша. Да уж. Я в бар Паку. Ничего Анхель не сделает. Кишка тонка. Успокой истеричку. Слушай меня. Прекрати, или я за себя не уручаюсь. Не испытывай мое терпение. А где бар Пере? Я пойду. Не уходи, Ампаро. Побудь еще немного. Мне хочется домой. Ну ладно. Только я хочу спросить. Теперь, когда ситуация изменилась, возможно ли, чтобы мы стали ближе друг к другу? Ответь, Ампаро. Ну конечно. Конечно. Чао, сестричка. Чао, дорогая. Пока. Позвольте. Ты счастлива, детка? О, да. Никогда не чувствовала себя такой желанной. И это только начало. Я буду любить тебя безмерно. Вито, ты меня поражаешь. С тобой все чувства настолько яркие. Сегодня у нас первая брачная ночь. Первая ночь здесь. А? Правда. Я хочу аннулировать наш брак. Что? Ты не ослышался. Так не может продолжаться. Я постоянно причиняю тебе боль. Это еще не повод для развода. Я думаю иначе. Посмотри на меня. Неужели ты собираешься обрубить все концы ради своего дяди? Ты в своем уме? Да. Не вздумай заикнуться об этом на совете. Даже забудь думать об этом. С ними поговоришь ты. Что случилось? Ничего. На нем же лица нет. Мама, продолжай это называть. Все прекрасно. Не уверяй меня, что все прекрасно. Я знаю тебя. И знаю принца. А идея в том, отец, чтобы воссоздать бар Фламенко таким, каким он был, или еще лучше. Не обижайся. Обещаю тебе, папа. Твой сын остепенится. Я женюсь и буду примерным отцом, как ты. Если дитя, которое носит в себе Мора, окажется девочкой, мы назовем ее Морой в честь мамы, потому что она будет такой же красивой. И прежде чем малышка научится говорить Амадоре Реди, она уже будет танцевать. Она станет лучшей танцовщицей Фламенко. Даю тебе слово. Слово твоего сына, Амадоре Реди. Хану. Хану. И все узнал. Нет. И хотел убить меня. Какой ужас. Где он сейчас? Не знаю. Мой сын хочет меня убить. И я его не осуждаю. Он прав. Я разрушил его жизнь. Его и всех остальных. Я не достоин своих детей, Эмпаро. Тише, тише. Успокойся. Я ничтожество. Ну, ну, успокойся. Обними меня, пожалуйста. Успокойся. Все образуется, дорогой. Обними меня. Знаешь, Хану, возможно, это начало. Начало? Начало чего, Эмпаро? Это... Это конец. Лосаро предвидел его. Я потерял детей. Это худшее из наказаний, Эмпаро. Лосаро? Да, он пришел на кладбище, чтобы спасти меня. Вероятно, ненависть детей дана тебе в наказание. Но в то же время в ней твое спасение. Твое преображение как человека. Ты сожалеешь о содеянном? Эмпаро, я скорблю всем сердцем. Значит, пора изменить кое-какие моменты в жизни. Ты причинил немало страданий, и ты должен искренне раскаяться во всем, что натворил. А потом, очистившись духовно, став лучше и сильнее, ты начнешь перемены. Бедный мой хан. Мой хан, побрый сын. Брат, брат, отдай мне это. Что ты задумал? Не, не, я не смог пристрелить его, не смог. Не смог. Он убил мою луз. А я его не смог. Ну почему я не нажал на курок? Потому что ты не такое дерьмо, как он. Потому что ты хороший человек, Анхи. Ну за что он так меня ненавидит? Он убил луз. Никогда ничего похожего он не сделал бы ни тебе, ни море, ни еще кому-то. Он же на мне отыгрывается. Послушай, это не так. Посмотри на меня, женатого на рыжий. А Мора, вспомни, что случилось с Хосеми. Он тысячу раз пытался убить Хосеми, он поступает так со всеми. Нет, у тебя есть жизнь. Меня же он не любит. И что за жизнь у меня? У тебя она есть. Моя жизнь ничем не лучше. Послушай, у Мора сейчас тоже не лучшая полоса в жизни. Мора тоже несчастна. Она все еще оплакивает Хосеми, а ребенка ждет от Амадора. Да как же она может носить ребенка Амадора? У отца нет ничего, кроме ненависти. Он не умеет любить. Возможно, он никогда нас не любил. Но я люблю тебя. И Мора любит тебя. И Луз любила тебя так же сильно, как ты ее. В этом ты можешь быть уверен. Брат. Но он меня не любит. Как мне жить дальше? Как силы оставили меня, Ниньо. Поднимайся. Идем домой. Пойдем. Где братья? А ты, как всегда, витаешь в облаках. Неужели ничего не слышала? О чем? Твой отец убил Луз. Что за бред ты несешь? Пусти. Это вовсе не бред. Скажи мне, что эта глупая корова солгала. Луз убил ты? Посмотри мне в глаза и скажи, ты убил? Да. Да. Я знала. Я знала это. Зачем я поверила тебе? Зачем я убедила себя, что мой отец не может дойти до такой низости и убить жену родного сына? Как ты мог убить ее? Скажи, как ты мог? Это получилось случайно. Лжешь. Ты всегда желал этого. Ты всегда мечтал убрать ее с дороги. То же самое случилось с Майте. Хосеми. И всеми нами. Чего ты хочешь? Ты желаешь всем нам такого конца? В подлости и одиночестве. Жаль, что мама не забрала нас с собой. Остановись, прошу тебя. Я отрекаюсь от тебя. Я отрекаюсь от твоего рода и имени. Хану Амая, отныне ты мертвый. Для нашей семьи. Ты умер. Ненавижу спешку. Все в попыхах. Бегом, бегом. Домоуправ поможет перевести вещи к Вито. Вид у тебя не уверенный. Может, повременишь? Как ты будешь одна? Почему ты не хочешь переехать со мной? Мне и тут хорошо. У тебя было бы три комнаты. Подумаешь. В чем дело? Чего ты боишься? Ничего. Принц расстроился. Из-за чего? Я попросила аннулировать наш брак. Он заволновался? Да. Знаешь, таковы все цыгане. Хватаются за ножи, сплевывают на пол, а дальше тишина. Поговори с отцом, детка. Сделай одолжение. Поговори с отцом. Он уже в пути. Почему не предупредила? Ты была занята. У меня вылетело из головы. Это он. Хочешь, открою? Думаешь, это он? Господи. Давай я. Привет, Лазаро. Что ж, вот и все. Альба. Здравствуй. Ну, мне пора. Оставляю вас одних. Я готова. Да, я готова. Ну, что ж. Хочешь поинтересоваться, вышла ли я замуж? Да, вышла. Все было чудесно. Безукоризненно. Не понимаю, почему ты не пришел. Честно говоря, принимая во внимание все, что было между нами, я в какой-то миг подумала, что ты попытаешься помешать. Но извини за мою детскую наивность. Ну, я поехала. Номер телефона я оставил на холодильнике. Хорошо. Чтобы ты звонила нам. Ну, все, поехала. Я помогу тебе. Прощай, Лазаро. Береги себя. Я сама справлюсь. Когда придут ребята, покажи им, где мои вещи. Конечно. Я всегда умела справляться сама. Все нормально. Не беспокойтесь, сеньор Эредия. Не убивайся так. Не-не-не. Я помогу тебе, брат. Не-не-не. Тебе лучше не попадаться нам на глаза. Я бы помог. Не вздумай прикасаться ко мне. Ангель! Ангель, бог мой, тебе нехорошо? Ты заставил нас поволноваться. Мы уж думали... Слушай, Мария. Ты глупостей наделал. Отведи его и уложи в спальню. Марии то, Марии это. И помолчи. Ничего, Ангель. Мы приведем тебя в порядок. Как ты можешь быть таким мерзавцем? Ниньо. Я понимаю. Звучит неубедительно. Но я не убивал. Это роковая случайность. Случайность? Да. Ты убил ее. И спрятал тело. Подкинул Лосару, чтобы подставить его. А потом полиция арестовала другого вместо тебя. И все это случайно? Я не осознавал, что делаю. У меня разум помутился. Это ты выдумал? У тебя было много времени. Ты подлец. В твоих жилах не кровь, а вода, папа. И всегда так было. Ты изо всех сил старался испортить нам жизнь. Ты полон ненависти. И всегда вымещал ее на нас. Ты негодяй. Я сожалею, сынок. Прости. Нет. Я никогда не прощу тебя. Ты не обманешь меня притворным раскаянием. Твои слова для меня пустое место. Понял? Все, что я делал, я делал для вас, моих детей. Вы смысл моей жизни. Поверь мне. Ты жалок. Посмотри на себя. Ты трус. Мой отец трус. Для тебя единственная радость ломать наши судьбы, папа. Ни-ио. Ангеле плохо. Его выворачивает прямо в ванной. Нужна помощь. Вызови врача. Послушай, стерва. Ты тоже виновата. Ты воспользовалась нашими страданиями. Положение вещей изменится в нашей семье, будь уверена. А ты отдашь мне пушку. Где пушка? Где она? Говори, где пушка? Я никогда не отдам ее тебе. Неужели? Ни за что. Ты обещал помочь. Но я не согласен на твой развод ради Амадора. Этого я делать не стану. Ты ошибаешься. Все не так. Я совершила ошибку, выйдя замуж без любви. Ты не вправе порицать меня. Ты сама себя обрекла, влюбившись в дядю. Если ты ждала, что я соглашусь, то ты совсем меня не знаешь. Я действительно не знаю тебя, потому что, как отец, ты меня разочаровал. Уходи. Родная, дочка. Я люблю тебя. Больше всего на свете мне хочется счастья для тебя. И мне невыносимо видеть, как ты калечишь свою жизнь. Если желаешь счастья, то ступай. Я сама все сделаю. Нет, серьезно. Уходи. Пожалуйста. Я сама обо всем позабочусь. Все нормально. Дон Тали. Здравствуйте. Говорит Изабель Эридея. Кулиан. Дон Тали. Здравствуйте. Скажи мне, пожалуйста, что происходит? Что ты сделал с дочерью Лосару Эридея? Что я с ней сделаю? Я Дон Тали. Да что я мог сделать со своей женой? Она попросила разрешение на расторжение брака. Ее сбивает с толку дядя. Неужели вы не понимаете? Амадор, этот кусок дерьма, он с ней заигрывает. С Изабель, когда другая беременна от него. О ком ты? Амори Амае. Она беременна не от Хосеми, а от Амадора. Это весьма серьезное обвинение. Да. Внебрачный ребенок от вдовы брата. Он творит вообще не все, что вздумает. Забавляется с нашими женщинами, лжет. И Лосара такой же. Они готовы на все. Объявят Хосеми отцом ребенка. Дон Тали, братья Эридея смеются над нами. Послушай, если ты сказал правду, Амадора Эридея предстанет перед судом цыган. Я тебе это гарантирую. Гарантирую. Если ты прав. Перехнулся. Хочешь испортить жизнь, Изабель, но я не позволю. Твои новости устарели. Ты не посмеешь. Они для Моры. Для Моры? Дитя в ее череве мое. Как? Что ты несешь? Как ты мог поступить так с Хосеми? Какой же ты брат после этого? Я не хотел. И не искал такой возможности. Ты переспал с женой брата, вы оба мерзавцы. И ты еще слезы проливал у гроба. Слезы облегчения. Такой груз скинул. Я любил брата и люблю. И при этом ты позволяешь, Изабель надеется на что-то? Ты разрушил ее брак ради забавы? Я стану отцом Лосаро. Я стану отцом. Нам бы отметить такое событие, а не ссориться. Ребенок не должен быть твоим. Не оскорбляй памяти Хосеми. Он никогда не предал бы тебя. Он был лучшим из нас. Такого позора он не заслужил. Что такое? Ты едва притронулась к еде. Не понравилось? Еда необыкновенно вкусная, но я немного дезориентирована. Я не привыкла ужинать при свете дня. В Италии принято ужинать в шесть. Мамуля рано ложится спать. Верно. А сейчас десерт. Да? Десерт. Мамины фирменные кротоны. Она редко их печет. Кушай, кушай. А, э... Честно говоря... Ну ладно. Специально для нее я попробую одну. Изумительно. Умница. Ты изумительно не менее, чем эти пирожные. Что такое, мамуля? Нет, нет. По-моему, матушке дурно. Ступай к себе. Приляг, мамуля. Иду. Я зайду поцеловать тебя на ночь. Да, да. Иди, иди, иди. Про поцелуй не забудь. Разумеется, мама. Для своих девяносто восьми она еще молодцом. Молодцом. Что такое, зайчик? На душе тревожно. Изабель не заслуживает того, через что ей придется пройти. Хочешь, я подам тебе этого цыгана на блюдечке с голубой каемочкой? Послушай, почему бы тебе не позвонить дочке? Подайте телефон сеньоре. Звони, Изабель, тебе станет легче. Конечно. Благодарю. Алло. Изабель? Я прекрасна. Лакомлюсь кротонами, как в итальянских фильмах. Ничего, Анхель. Господь его покарает. Бог забыл обо мне. Забыл. Он отобрал у меня лоз. Нет, нет. Прошу тебя, Ниньо. Не надо. Ниньо. Анхель, смотри, что у меня. Не надо. Я нашел доказательства. Нет. Держи. Анхель, не бери. Возьми, возьми. Не слушай его, не слушай, Анхель. К дьяволу! Ой. Вот улика, которая уничтожит убийцу твоей жены. Держи, ты должен это сделать. Возьми за лоз, за себя, за всех нас. Бери. Нет. Анхель, возьми. Если ты не возьмешься, то возьмусь за это я. Бери. Когда бросишь изводить бедняжку, Изабель? Я скоро стану отцом. У меня есть обязательства. Перед ребенком, но не перед матерью. Только не говори, что вновь воспылал к море Амайя. Я тут же уволюсь. Добрый вечер. Пепе. Привет, сеньор ювелир. Как жизнь? В чем дело, друг? Обручальная пара не подошла. Эривиру меняешь? Медальоны. Да. Постой, постой. Дай мне выбрать один. Все по одной цене? Продай кольца в рассрочку. Все равно он сдаст их обратно. Сколько? Говори. Двести. Что? Две сотни. Ч... Сейчас. Пепе не рискует понапрасну. Еще бы. 70 и отвали. Захаживайте почаще. Вам всегда рады. Хватит, хватит, хватит. Счастливо. Чао, сеньор. Может, подарите что-нибудь? А этот Пепа ювелир представительный. Интересно, сколько ему лет. Отнеси это Мурио Майи от моего имени. Почему я? Кто я тебе? Почтальон Неруда? Кто? Персонаж такой, на велосипеде. Какой велосипед? И чего я тебя просвещаю? Даже что такое велосипед не знаешь. Не знаю, что писать. У меня все хорошо, мама. Рад это слышать. Меня мучает мысль о том, сколько боли я тебе принес. Мне жаль. Но ты не можешь помнить меня. Мне нужно знать, что у тебя все в порядке. Ты все-таки вынудишь прикончить тебя. Ты еще там? Да. Ты снова во власти Мора? Похоже, что Мора Майя моя судьба. Я пытался изменить предначертанное. Но теперь она носит моего ребенка. Вот так-то, малыш. Повариха. Какой же ты подлый. Как можешь ты делиться со мной этими признаниями после признаний в любви мне? Я тебе не лгал. Довольно. Успокойся. Я забежала, чтобы передать тебе кое-что от босса. Я всего лишь курьер. Это тебе. Если будет девочка, мы назовем ее Морой, как маму. Морой, как маму. Здорово. Здорово. Алло. Спасибо, Ампаро. За то, что я понял. Хано. Хано. Сегодня Сегодня ты посмотрела на меня И приласкала так, как мне всегда мечталось Но ты поступила так не из любви Ты сделала это из жалости Ты пожалела меня, Ампаро Не говори так Почему? Такова правда Слишком суровая Чтобы я принял ее Но мне придется смириться, Ампаро Я позвонил, чтобы сказать спасибо Поблагодарить за совет Отныне и навсегда Я буду прежде всего отцом Ампаро Спасибо за то, что ты есть, любимая И за возможность любить тебя Не обладая тобой Ампаро Что такое? В чем дело? Что за вид? Впервые в жизни меня поблагодарили за то, что я живу на свете Хану И тебя способны взволновать его слова? Я не стану отвечать Хочу сообщить тебе кое-что Я слушаю Однажды я сказала, что на протяжении последних 25-26 лет я не была счастлива На самом деле я ошиблась Я чувствовала себя счастливой один раз Как-то вечером в доме Альбы И благодаря не тебе, а Хану Ты бредишь Нет Я долго размышляла и пришла к выводу, что я слишком устала Я больше не хочу томиться В ожидании тебя Вито Дорогая, что это? Мои мальчики Я думала положить их под кровать или в шкаф Куда-нибудь приткнуть бедняжек Их место на кладбище Ты прав Но нам столько довелось пережить вместе, что мы стали неразделимы Погоди, хочешь, я уберу их сюда, вниз? Хорошо? С каждым днем я влюбляюсь в тебя все сильнее Джина для тебя маловато Я буду звать тебя Большой Джиной Видишь, Левит, я так давно не была... Не волнуйся Предоставь все мне Мамуля, зачем вы встали? Вступайте в постель, прошу вас Я... По-моему, матушке снова дурно Одно и то же каждую брачную первую ночь Ревнует? Ложитесь спать, мама Мама, не надо так со мной Она умерла, Вито До тебя не доходит, как я вижу Твое время в этом доме истекло, Мария Цыплят по осени считают не ее Твой брат слюнтяй Он не убьет отца просто так Он мог сделать это сегодня Но ты же видел Возвращайся в дом своих братьев Я не желаю больше тебя видеть Ну, конечно Мы квиты Ангель? Что ты задумал? Что ты делаешь? Что ты делаешь, Ангель? Не стирай пи...